Будет забавно, если нам не хватит как раз таки этой карты, чтобы сделать 2-0. Будет забавно. Как будто бы стоит даже уже рисковать и 2-0. Если нам не хватит 4 очка, как минимум хайлайт. Там какому-то остался этот, Гок. Гок сходит на много, да. С золотом про хвост. Видимо там нет больше. А кому-то каратка осталась. Пятнашку. Нет компрессии. Че, серьезно что ли? Ах, просто проклятие. Всем привет дорогие друзья. Вы на канале Миталик Дэнни и это просто какой-то трэш. Новая изменена карта Регис, это просто какой-то палом. Затаки сразу узнали как ее можно заобузить, как с ней можно придумать комбинации. Даже я до того, как вышел патч, собрал деку. Думал, что да, она сильная. Скорее всего, какая-то хода в пан. Сможем как-то там повалить оппонента. Так скажем, альтернативный винкон. Но нет. Мы насквили, что у нее в ладере на стриме. И меня начали спрашивать, а что это за колда? Что это было? Что это было? И я решил показать этого монстра своей аудитории. И конечно же, это просто трэшатина. Если у вас идеальный заход, чем лучше ваш заход, тем вы просто сильнее. Огромное количество прокруток, чтобы реализовать комбинацию. В общем, это будет скорее не гайд, а скорее какой-то такой просветительский ролик. Я хочу показать вам, показать, не знаю, проектам, большой аудитории, что это трэшатина. И это надо нерфить. Надо убрать это, чтобы оно так не работало. Первый, чем ролик, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Также не забудьте поставить лайк под роликом и лайк под колодой на сайте PlayGuin. Опять-таки, просветительская тема. Также не забудьте вступать в дискорд сервер. Все анонсы и новости к Сэму Гвинта моего канала. Все будет там. Ждем вас там. Короче, Регис. Если вы проиграли раунд, когда эта карта находится на поле, вы удаляете свою колоду. Если она находится в вашей руке или колоде, вы удалите эту карту. Если в вашем взросе, то вы удалите три верхних карты из вашей колоды. В чем суть карты? Как мы ее будем обузить? Смотрите. Региса. Вы можете положить оппоненту через карту Афильц. Здесь их две карты. Также у вас есть карта Король Рыбак. Вы можете поместить Региса на верх колоды. Когда вы положите Региса на верх колоды. Теперь Вильгифорса не существует. Вильгифорс не выкрутит этого Региса. Теперь, по сути, нет каких-то токатрагерн может спасти вас от Региса. Если вы играете на эльфгарде, другие фракции просто будут страдать. Вы ставьте Кароль Рыбаком Региса на верх деки. Обменивайтесь с оппонентом. Даете оппоненту Региса. А у оппонента тоже особо нет каких-то возможностей сыграть его. А также, если есть такая возможность, то вы просто не проиграть раунд. Благодаря догону, благодаря кухарке, особенно на синем монете под урной теней, вы наберете огромное количество поинтов. Спокойно реализуете ваши все комбинации. И это жестко. Так вот, когда вы положите оппоненту Региса, у вас есть карта Голиаф. По завещанию, эта карта призывает противоположный ряд сильнейший отряд из своей колоды. Противник призывает. То есть, когда вы следите Голиафа, вы призывете Региса. Зачем вам призывать Региса на сторону противника? Ведь, если противник спасует, и эта карта будет держать оппонента на поле, то он удалит свою колоду. Колода оппонента будет удалена. Да, у оппонента все еще есть играбельная рука. Но вы добираете карты, а он нет. Допустим, второй раунд, вы там сыграли пару карт, оппонент отдает всю колоду, все карты отдает. А у вас еще останутся какие-то карты. Поэтому Регис просто удаляет колоду оппонента. Вот это звучит как мем. Удалите колоду. По сути, все остальные карты, это филиверные ваши замещания, которые позволяют вам прокручивать кухарку. Вот. Ваша основная задача это найти, 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 получается, указ. Ну, просто карты прокрутки, тут они романтия. Указ, шепчихолм. Найти Голиафа, найти рыбака и хотя бы одного фирца. Ну и в руку не найти Региса. Если все у вас так работает, то вы выиграли уже игру автоматически. Вот. Даже если вы это все не находите, у вас все равно огромное количество поинтов. Вы можете и Региса поставить, на стол, и съесть этого Региса, потому что это 20 статов. У вас огромное количество кариовера с завещаний. В общем, как-то так. Это палом. Гайд будет максимально короткий. Я после 8 часов стрима записываю этот ролик, тоже меня поймите. Дальше гайды будут более обширные, более масштабные, уже на более приятные деки. В опросе победил Нильфгард у нас. Нильфгард всегда побеждает. База Гвинта. Вот. Следующий гайд будет, скорее всего, на Нильфгард. И он уже будет более подробный, более гайдетский, чем вот это вот. Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь плейми, ведь сразу будут наши оппоненты, а не вы. Индикат. Мы на синий. Заход хорошим, потому что зачастую у них нет там караток разных, контроля лютого какого-то. И в первом раунде они играют и так динамично, поэтому посмотрим. Ну, а давать будет много оппонентов, очевидно. Так, синяя монета, хорошо. Король и рыбак, отлично. Аферец есть. А нейро? У нас вся прокрутка есть. Офигеть. Лучший заход, наверное. Офигеть. И Галиафру в руку пришел. Это лучший заход, ребят, который только мог быть. Мы его с вами получили. Я не думаю, что туда, понятно, есть какие-то шансы. При таком лучшем заходе, я думаю, даже с этой катки я и начну первый ролик, потому что это... Это офигенный заход. Это, наверное, лучший заход. 10 из 10. Ноль слов. Только эмоции. Так, окей. Мы все нашли. То есть там вообще комбинация у нас в руке лежит. Поэтому начинаем игру с... Дагона. Пофиг, с чего берем. Может быть, это не романтия Дагон. Метим бронзу, потому что бронзу мы сразу хотим призвать. Если можем, кухарку. Кухарку. Так. Давай сирену. Яйцо. Тролля. И тролля. Даже жаба есть. Вообще идеальный заход. Если бы вместо сирены было бы еще жаба, это было бы вообще... 1000 из 10. Так, а это, видимо, ахеронтия какая-то, да? Это, видимо, ахеронтия. Ну, надеемся, что Ахеронтия будет в бахеронтии после нашей колоды. Тем раньше мы призовем Дагона. Именно здесь это нормально. То есть, обычно вы так не будете играть. Дагона. Вы не будете иметь королеву. Арку, вернее. Это именно сейчас мы так делаем, потому что нам на железобетон надо забрать раунд. Железобетон. Никаких пасов. Играем до Талова. До паса оппонента. Он может добрать, там, банк какой-нибудь есть, или, там, не знаю, за 5 провизий, например, есть, там, удалить, поднять, подношение, как это так называется. Ну, в теорию, что он может завершить игру, да? Как будто бы оппонент не догадывается, либо смирился. Поэтому давайте поставим его, пометим Региса, смотрим. Как будто бы сейчас будет пас. Если пас, это луз для оппонента. Да, это луз для оппонента. У меня местами. Двадцатка, а нам... А нам глубина паунтера, ну, фигня. Ну, и кидаем Голиафа. Едим его. Призывается двадцатка. Все, погамли. Мы, если будем играть на равных, у нас карты будут одинаковые сейчас. Правда... У него кого-то не будут. Ладно, убедил. Вот, что у нас играет Трутни, скорее всего. Это Рваное Крыло. Там у них Лара Доран сейчас будет играться. Монета, это вообще отлично для нас. Для него Красная тоже нормально. Заход... Не очень. Есть только Афирец и Голиаф. В идеале найти хотя бы немножко прокрутки, немножко статов. Региса мы точно мулиганим. Указ нашли, да ладно? Так. Убираем. Яйцо берем. И Туманика, Регис уже не придет. Я не знаю почему, но у меня какая-то лютая неудача с этой колодой. И на стримах было, и сейчас уж какая-то лютая неудача. Ни Дагона, ни Королевы, ни Детлафа, ни Кухарки. Ничего нет, только бронзу дают. Мы мулиганили три бронза. Ну, хотя бы комбинацию нашли. Просто этой комбинации, возможно, нам вообще не хватит. Вообще не хватит. То есть мы нашли только комбинацию. Королевским указом мы будем добирать. А именно... Короля Рыбака. И все. Пока что я бы начал, наверное, даже с Сукуба. Хотя... Да, наверное, Сукуб. Если ноги тебя еще держат, значит мы не закончили. Просто даже на классических завещаниях такого... Такой фигни не было. То есть на классических завещаниях прокрутки в два раза меньше. А так вот и получше. Это чисто моя какая-то тема, моя неудача. Я хрен его знает, как это еще объяснить. И яйцо с мулиганил. Яйцо, наверное, лучше было под завещание. Ладно. Справимся. Ладно, верно, кстати, сразу кики-мари болить. Да, это ошибка, ну ладно. Уроны ее бафнуть сейчас. А бить его некому. Некого. Бить ему некого. Мгла. Такое. Мадук. Наверное, стоит так сделать. Она просто отправилась в сброс. Для нас это более-менее норм. Копайте, копайте, не болтайте. Копайте, не болтайте. Эх. Ну, у него неудача. Этот ряд прыгает. Неудача. Иди ко мне. У нас тоже такая себе удача. Давай неудачников встретились, как будто бы. Кому лучше повезет. Так. Давай, наверное, блин, 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 так. Ставь так. И вот так вот. Отсюда он кто-то может попасть сам. Эдер, ну, лучше так сделаем. Да хочет попадет. Не хочет, не будет попадать. Что, не можем это труднен завалить. Он еще чем-нибудь бафнет, будет неприятно для нас. Ну, уже вряд ли. Уже вряд ли, как будто бы. Статов мне для первого раунда. Вот что самое плохое. Пора, наверное, проворачивать комбинацию свою. Да. Даже так. Ну, погнали. Статов все равно нет. Указ. Второй рыбак. Регис. Ну, то, что мы несколько карт даем, это довольно-таки пофиг. Довольно-таки пофиг. Приправы драгоценных тишелка. Ну, у Виена неплохо. Зная себя, могла быть карта намного хуже. Ни одной жабы, кстати, нам даже не дали. Ладно, об этом я уже молчу. Шигра подвисла. Вот и все. Вот. 12 карт. Ой. Больше их нет. Мы играем с оппонентом Даталова. Просто ставим карты. Что-то подвисает все. Меня пытаются взломать после этой комбинации, видимо. Этими картами мы играть, конечно, не хотим. Не знаю, Дагона я бы, наверное, оставил. Чего нам сейчас голда начала приходить? Ах, да, потому что у нас бронза была всю игру. Ладно, справедливо. Причем Цукуба. Хотя лучше, наверное, с Дагона, да, Дагон. Удар с воздуха, может быть. Но мы уже ничего не боимся. Мы уже выиграем эту игру. Просто играем. Просто играемся картами. Мы уже выиграем любыми другими картами. Так, почему Фризик? Все еще не могу понять. А таких комбинаций, видимо, меня пытаются это. Гугли взломать, так сказать. Уже автовинки. К повторюсь, это я, да. Он минус уходит с этим. Ну, я уже буду консидрировать. Уже никак. Он поймает, что это уже ни к чему не приведет. На стримах обычно консидрали раньше времени. О, Лара. Так, смотрю, как она играет. Сколько ненависти. Сколько злобы. Это правда. Фига, столько злобы. Фига, столько ненависти. Он усилит всех себя. Но у нас нет никакого контроля по ней. Есть и нет смысла. Это как раз кидовича не сработает. Поэтому пофиг. Давай так. В этой жизни я только пешка. Зато красивая. Зато красивая, да. Я не разбатец. Просто с фантазией. Хитрость. Измена. Предателя. По незнанке на дна. Это. Добряка на рваном порвали. Бывает. Сказать. Мы даже ушли в плюз карту. Каким-то образом. Заход был отвратительный. Очевидно. О. Мне кажется, он уже просто все понимает. Может быть и нет. Как-то так. Так. Процент играет в синдикат. И мы на синий. Синдикат на чем пока непонятно. Видимо Ахеронтия. Может какая-то новая Ахеронтия. Вот. У нас синяя монета на синий нам офигенно. Есть Афирис. Есть Король Рыбак. Есть Ани Романтия. Есть второй Афирис. Со второго мы убираем. Туманника уберем. Блин. Есть шанс получить в руку Региса. Но рука у нас плохая. У нас нет ни Дагона. Ни Королевы. Ничего. Ни Кухарки вернее. А Аниерия у нас летит именно в Голиафу. Он нам тоже нужен. Рискнули. Но ничего особо не получили. Просто ставим разные движки. Можно начать с сиреной например. Или еще лучше допустим с суккуба. Ряд лучше рукопаш. У нас привязка к ряду только у Короля Рыбака по сути. Поэтому без разницы. Да. Это должна быть Ахеронтия. Но в первом раунде у него может не хватить тупо статов. Поэтому нормально. Нормально работаем. Истерия для истерички. Так. Просто кидаем картон. Просто кидаем картон. Копашку ставит. Я боялся ты не спалил. Не стал рулять еще. Сейчас я тебе хлебал Тарас Квашу. Сделай это. Сделай. Давайте поставим Рейгетса наверх деки. Пока все. Если он пацанет. Он может пацануть. Но вообще должен играть. Просто опять-таки. Можно встретить людей. Которые только-только взлетят в ладер. А есть те кто днем играл. И видел этого страшного монстра. Кто-то знает. Кто-то не знает. Но кстати ушки очень страшные. Вот реально ушки. Могли бы ему игру выиграть. Но уже ушек не должно быть. Два ушек торгаша вышло. Ушек не должно быть. Поэтому. Пока что мы просто все затапили. Рейгетса наверх. И ждем. Пока что ждем. Я бы до этого даже отдал. Нам статы нужны. Статики нам нужны. И два хода нам не жалко. Оппоненту. Он дает по-моему все винконы. Которые только могли быть. Ладно. Каск кстати здесь есть. Интересно. Так. Ну что сюда уже пыльнуть. А вот есть как будто бы нечем. 16-42. Он проиграл. 20-ка. А нам кулачный боец всего лишь. Ну бывает. А не романтия. Голиаф. Им Голиафа. И все. Ну вот и все. А теперь коленка хрязь. И в другую сторону. Простите. Паха. Продолжение следует...